Итак, внимание! Первый шаг сделан. Компания «Фаберлик» открыла свое производство по пошиву женских водолазок. Площадку 2500 квадратных метров оснастили современным оборудованием в Фурмануле. Для региона такой инвестор – настоящая удача. Сегодня мы рады приходу компании «Фаберлик». У нее сегодня серьезные планы в Туриванской области. На этой фабрике больше 300 человек, в перспективе больше 1200 человек. Общий объем инвестиций превышает миллиард рублей. Будут несколько площадок, в том числе и в областном центре. И компания, безусловно, успешная. Она креативная, она позитивная. И сама обстановка на предприятии создает хорошее доброе настроение. Теперь компания «Фаберлик» намерена прочно обосноваться в регионе. В планах пять этапов развития. 18 тысяч квадратных площадей, в том числе и в областном центре. В следующем году запустят инновационное производство колготок и нижнего белья. И еще через год производство собственных трикотажных тканей. А затем пошив платьев и, возможно, выпуск обуви. Ежемесячное количество производимой продукции – около полутора миллионов штук. Сросьб к инвестору у губернатора было всего две. Чтобы производство было безопасным для окружающей среды и комфортным для сотрудников. У нас будет бесплатное питание, очень хорошая заработная плата, транспорт, который будет ходить из всех городов Ивановской области. И экология. Отдельно он сказал о том, что мы заботимся о том, чтобы наш край был чистым. И мы это тоже делаем. Очень современные, инновационные, очистные сооружения. Черные, синие, зеленые. Пока здесь шьют только водолазки. На новое предприятие требуются комплектовщики, закройщики, упаковщики, швии. Первую бригаду набрали. Есть уже на примете и сотрудники для второй. Многие ездят работать в Иваново. И сейчас, когда мы открылись, думаю, что многие люди к нам вернутся. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И сейчас действительно ребята приходят, оставляют заявки. И то есть по мере набора персонала мы отзваниваем, приглашаем на собеседование. Люди идут, людей привлекает прежде всего официальная зарплата и трудоустройство с первого рабочего дня. Средняя зарплата не менее 25 тысяч рублей обещает руководство компании. Все зависит от специальности или категории, как, например, у швей. С учетом того, что на производстве будут внедрять много инновационных технологий, достойные деньги за свой труд будут получать инженеры. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурма.